Экс-глава Игринского района начал активное наступление на своих оппонентов, пишет нам слушатель. А по словам Ильдара Исангулова, его оппонента, по сути, он начал это делать, уверовав, что ради Хабиров уходит. И поэтому можно как бы, главное, продержаться до этого самого ухода, и, соответственно, дальше все будет в порядке. Потому что так называемый наезд начался с первого публичного выступления Хабирова еще в январе. Кстати, оба у нас были в эфире на этой неделе. Исхаков пришел, в общем-то, отрицает по всем пунктам обвинения. Ну и Исангулов говорит, что тот, мягко говоря, лукавит. Очень для меня загадочная история. Я наслышан про господина Исхакова еще в будущем, когда я работал на госслужбе в администрации президента. Я помню, много легенд ходило про его подвиги в этом районе. Я знаю, как ему, значит, благоволил Муртазар Ахимов, как все это было. Ну, Иглинский район вообще такой сказочный. Он второй после Уфимского по сказочности ситуации, по стоимости земли, по насыщенности такими вот чудо-городками и вообще заинтересованностью бизнеса в этой земле. Исхаков, конечно, очень интересный персонаж. Но мне непонятно, то есть и с ним более-менее понятно, то есть как это все случилось, исторически понятно. Я не вдавался в юридическую подоплеку этого вопроса, не знаю, насколько он законно все это оформил, то есть есть ли у него документы и прочее. Не смотрел, не вникал. Но мне больше интересует Хабиров в этой ситуации. У него таких Исхаковых в каждом районе по три. Ну, так, поменьше масштабами и прочее, но принцип тот же. Принцип наверняка. Да, принцип завладения имуществом был тот же. То есть я не даю оценок, законное это или незаконное завладение, но обретение так назовем. То есть каждый глава района, который хоть сколько-нибудь существенное время провел на этом посту, особенно в бытность Муртаза Рахимова власти и Радия Хабирова власти, надо не отделять. Муртазу Рахимову никогда нельзя отделять от Радия Хабирова. Они плоти от плоти, значит, вместе в этом. Так вот, в тот период каждый глава уходил с этой должности. Если он не уходил в мир иной, то он уходил вполне себе обеспеченным человеком с активами и всевозможными земельными наделами. Многие из них переквалифицировались в крупные земледельцы. У нас один есть министр сельского хозяйства, который стал крупным сельскохозпроизводителем. Такое совпадение. Был министром сельского хозяйства, он стал владельцем крупного сельскохозпредприятия. Ну ладно. То есть почему Хабиров кинулся именно на Еглинский район? Вот что у меня важно. Значит, там какая-то собака порылась на самом деле. То есть там надо искать подоплеку. Судя по всему, там есть какой-то такой персонифицированный конфликт. Возможно, что-то не поделили. Не знаю, не вникал. Я вот со стороны наблюдаю. Это вот борьба бобра с козлом. Или как это? Шутка есть. Такой вот поединок. То есть добра со злом и бобра с козлом. То есть кто из них кто, мне достоверно неизвестно. Но я вижу, что здесь что-то такое не объективное на самом деле присутствует. Вот у меня есть такое ощущение, по крайней мере, субъективное и мое личное. Но Хабиров излишне активен в этом вопросе. При этом он проявляет абсолютное безразличие к массе глав районов, которые или уже по уши во всем этом, или, ну, очевидно, такими же вещами занимались или занимаются. Там парочка-тройка и вот закадычных друзей из числа глав районов творят страшные вещи у себя. Возьмем Ильишевский район. Там же жуть какая-то творится. Да, про Сертамарский пишут недоброжелатели, что вот, мол, опять, дескать, человек там из команды, там, что-то не из Красногорска. Да, да, Красногорский и счетовод какой-то опять туда прибыл, значит. Я вот про это. Вот в конфликте с Хакова-Хабирова мне вот настораживает вот эта вот истерика самого Хабирова на эту тему.